Это исторический момент. Прямо сейчас в кабинете у руководителя проекта Александра Федосова собрались историки, краеведы, проектировщики, местные мастера для того, чтобы дать старт мощному проекту по созданию в Полевском точного макета гумешевского рудника. Это то место, где формировалось будущее города и благодаря которому, собственно говоря, вот этот город появился на свет. Ведь мы вспоминаем с вами год основания Полевского. 18-й это год, когда первый обоз рудный отправился с гумешек. Понимаете, все с этим местом связано. Знать про это место наш долг. Мы должны устранить эту несправедливость историческую, дать представление молодым людям, школьникам, хоть детсадовцам. Ну и, конечно же, полностью раскрыть эту тему и для взрослых людей. Чтобы все понимали, в каком удивительном месте мы живем, с какой фантастической историей, с какими просто феноменальными, уникальными обстоятельствами. Сейчас на бумаге только наброски будущего макета. Но это уже начало длительной и кропотливой работы, требующей тщательного исследования и точного проектирования. Поэтому к этой теме подключили узких заводских специалистов. Мой первый опыт в таких проектах масштабных, которые будут, скажем так, на фоне всего города. Я думаю, что он, извините, я думаю, что он получится очень хорошим и представительным. Ну, мне хочется, чтобы он был представительным и хорошим, чтобы давало понимание того, как это все было в древности. То есть, как люди работали, как становился наш завод и как становился наш город. Чтобы докопаться до истины, понять, какой была добыча малахита на Гумешевском руднике, пришлось перелопатить множество исторических материалов. Правда, оно того стоило. В результате исследовательской работы выяснились очень интересные факты. Откровением для меня стало, что везде пишут, что штанговый пруд и штанговые электростанции, что это вот из тех дальних времен. А оказалось совершенно, что штанговый пруд к тем временам, о которых мы говорим, о границе между 18 и 19 веком, никакого штангового пруда еще не было. И что все это происходило, все вот эти вот, то, о чем мы сегодня говорим по макету, это все касается, так сказать, Гумешевского рудника, который, очевидно, работал, до которого водная энергия, очевидно, была речка Железнянка, которая сегодня, в общем, роли практически не играет, а в то время она, видно, была основным водным энергетическим ресурсом. Макет будет серьезный, полтора метра в длину и столько же в ширину. Его высота составит 90 сантиметров. На нем будут полностью показаны шахты, процесс добычи полезных ископаемых и быт мастеровых. Одним из центровых объектов станет машина Фролова. Та знаменитая штанга, длиною в километр, которая была в конце 18 века применена на вот этом вот месторождении. Это машина для осуществления подъема воды, осушения, так скажем, самих шахт. Займется изготовлением макета наш местный мастер Олег Накалюшкин. Макет, ну, он может быть достаточно интересен, потому что он будет состоять из трех составных частей. Будет надземная часть, будет подземная часть, будет чисто техническая часть, ну, пока предполагается чисто техническая часть. И если все это закрутится, завертится, то это, мне кажется, что будет очень достойно выглядеть. Макет гумешевского рудника будет готов, предположительно, к концу этого года. Его постоянным местом жительства станет музей «Малахитовая шкатулка». Ольга Демьянец, Светлана Кармачева, Алексей Карипанов. Новости 11 канала. Светлана Кармачева. Новости 11 канала.